Рон Аткинсон В фильме Чёрная гадюка Авторы сценария Ричард Кёртис и Бен Элтон В ролях Тим МакКиннери и Тони Робинсон Миранда Ричардсон и Степен Фрау Голова Хорошо, Болдрик, давай попробуем ещё раз Это называется сложение Если у тебя есть два боба, а я к ним положу ещё два Сколько будет бобов? Несколько Да И нет Давай ещё раз У меня есть два боба Я добавляю ещё два Сколько получается? Небольшая запеканка Болдрик, это может освоить даже обезьяна Давай ещё раз Раз, два, три, четыре Сколько их? Три Что? И ещё один Три Три, ещё один А если этот Ещё один Я добавлю к тем трем Что будет? Несколько Да Да, Болдрик, для тебя эпоха Возрождения Это то, что происходит с другими людьми Эдмунд, Эдмунд, идите скорее Королева хочет видеть вас Эдмунд, Эдмунд, скорее Позволь мне закончить Что у тебя вокруг шеи? Это мой новый воротник Похоже на птицу, которая проглотила тарелку Ну, это последний пискмода И это делает меня более сексуальным Для птицы, которая также проглотила тарелку К тому же слепа Я думаю, вы не правы Всё, шутишь, Перси? Болдрик, что ты думаешь о воротнике Перси? Четыре Несколько бобов и несколько бобов будет четыре Мы уже отошли от этой темы Теперь мы обсуждаем одежду Что ты думаешь о воротнике Перси? Я думаю, что он выглядит как птица, проглотившая тарелку вилор Нет, это я думаю, я думаю А что думаешь ты? Попытайся подумать сам, Болдрик Мыслить важно Я думаю, что это так важно, милорд Сдаюсь, пойду на вещью королеву Мне пойти с вами? Нет, лучше не надо Люди могут случайно подумать, что мы друзья Оставайся здесь с Болдриком У одного птичьей шеи, у второго птичьи мозги Думаю, серый, Ваше Величество Я думаю, что вам кажется, что это оранжевый, Лорд Малчи Серый более традиционен, мэм Кто здесь королева? Как вы сказали, Ваше Величество Там были прекрасные оранжевые слоны Ваше Величество Вы хотели меня видеть? Да, Эдмунд, у лорда Мелчета плохие новости Лорд Мелчет и есть плохие новости Нет Будь серьезней Мелчет К сожалению, Верховный Палач мертв Убили, конечно Странно, обычно так и происходит Но в этом случае он забылся и вписал свое имя не в ту строку Они пришли за ним, пока он спал Но он должен был сказать им, что это ошибка Говорил, но они ему не поверили У них был нужный человек Это подтверждала бумага Ладно, плохие новости Плохие новости заключаются в том, что мы имеем толпы католиков Которых надо обезглавить, а заняться этим некому Мне жаль того, кто получит эту работу Обычно он не живет и недели Я взял на тебя смелость, Мел Составить список подходящих кандидатур Хорошо, давайте послушаем Список кандидатур на должность Верховного Палача Лорд Блэк Эдер Хорошо, давайте подумаем Кто первый сложит голову в корзину? Адмирал Лорд Эффингхем и сэр Фрэнсис Дрейк на понедельник записаны Это понравилось толпе Они энтузиасты плавания Да, убедись, что икоря и так далее лежат на прилавке для сувениров Хорошо, сэр Никогда запомни, никогда больше не пытайся казаться смешным в моем посетстве Перси Ладно, Букингем и Понсаби в пятницу Минуту, минуту Ферроу в среду А кто такой Ферроу? Ему ведь отрубают голову Джеймс Ферроу приятный парень из Дорчестера Не знаю его И не узнаю, он умрет в среду Но это неправильно, да? Ну да, ну раз вы об этом заговорили, милорту, против Юнел Ферроу Нет ни одного свидетельства, это просто ошибка правосудия И больше ничего Нет, я не это не он веду, я говорю несправедливо, что его обезглавят в среду Понятно, вы правы Хорошо Запиши его на понедельник Хорошо, отлично, пять казненных, первый жительник, покойный начал Да, кстати, Перси, новый воротник Лучше, хуже Но это самый последний без моды В таком случае у тебя, наверное, мозг самый модный во всем Лондоне Итак, доброе утро, команда Меня зовут Эдмон Блэк Эддер И я отвечаю за религиозный геноцид Если вы будете играть по моим правилам, то увидите во мне щедрого нанимателя Если же вы посмеете перейти мне дорогу, то я для вас стану бездушным маньяком Теперь, ты кто? Тюремщик, милорд Хорошо, отлично, твое имя? Плоппи, сир Плоппи, сир Да, сир Плоппи, тюремщик Правильно, сир Плоппи, сын Плоппи Плоппи, сын Плоппи, тюремщик Нет, сир Я первый Плоппи, который стал тюремщиком Но ваша Плоппи был известен как Плоппи Слоттер Благодаря ему мне достались такие потрясающие прыщи Поздравляю, мой друг Мы живем во времена, когда убогисти физические недостатки есть у всех Но у тебя, Плоппи, кажется больше все Я бы пожил тебе руку, но повариваюсь Не так много боссов были ко мне столь внимательны, сир Спасибо, Плоппи, я стараюсь Итак, женщина, если это, конечно, женщина Что вы тут делаете? Я готовлю им последнюю трапезу Заключенные могут попросить то, что они хотят И вы приготовите им все, что угодно? О, да, сир Но обычно они просят сосиски Иначе они испытают легкое разочарование Ведь у меня есть только сосиски Вы милосердная и принципиальная женщина Это сразу видно Как ваше имя? Плоппи, сир То есть вы жена? Нет, многие люди так думают Но это простое совпадение, на самом деле Мы так смеялись, когда впервые это обнаружили Доброе утро, миссис Плоппи Доброе утро, мистер Плоппи Да, долгие зимние вечера, наверное, пролетали незаметно А ты, наверное, мальчик, который готовит чай Нет, сир, он палач Но иногда готовит чай Иногда Да Твое имя? Болдрик, сир Но я могу поменять его на Плоппи Если вам так будет удобнее Нет, спасибо, я еще способен запомнить больше, чем одно имя Что ты здесь делаешь? Это мое хобби Сир, если бы он сменил имя на Плоппи То это было бы еще смешнее Это придало бы этому месту такую семейную атмосферу Семейную атмосферу Это место должно быть удолью боли, унижения и печали Именно это я имела в виду Миссис Плоппи немного реалистично, сир Итак, я хочу, чтобы мы с вами работали быстро и эффективно И чем меньше, тем лучше Мой заместитель Перси все вам объяснит Добрый день, трудящиеся Меня зовут Лорд Перси И если вы будете нормальными, то вы увидите, что я хороший наниматель Но если вы перебежите мне дорогу Просто расскажи им план, придурок Милорд, не при персонале Заканчивай Хорошо Персонал Вы знаете, что по расписанию Дрейк и Эффинген Назначены на понедельник, а Лорд Хэррол на среду А Букингем и Фонсове на пятницу Но для того, чтобы освободить нам середину недели Лорд Байк, который решил перенести казнь Фэрол на понедельник Давайте скажем, что ему вскостерит срок за хорошее поведение Ваше Величество Да, Леди Фэрол, мой муж умрет завтра Я умоляю вас, даже если вы не можете спасти ему жизнь Я думаю, что ни одна из нас не хотела бы спасти жизнь подлому изменнику Конечно, нет, Ваше Величество Но если он умрет, можно мне его повидать перед смертью? Ну, конечно! Зачем она меня об этом спрашивает? Почему бы ей просто не пойти со всеми вместе на казнь? Ваше Величество, я не думаю, что она хочет увидеть, как ее муж умирает Думаю, она хочет увидеть его до смерти Как странно Ваше Величество Ну, то, что она его не видела Я бы никогда не вышла замуж за человека, которого никогда не видела В следующий раз женитесь более обдуманно Прекратите, Леди Фэрол, слезами вашему мужу не поможешь Нет, нужна мать Это именно то, что нужно, когда вам отрубают голову Я дала мать сестре Мэри, когда это с ней произошло и сказала Вот, вот, скоро еще одна вырастет Заткнись, няня Конечно, вы можете повидать мужа, дорогая А если ужасный Эдмунд не станет вас пускать, то покажите ему это Это приказ Насчет него Спасибо, мэм, пусть ангелы поют вам о вашей доброте Да, конечно, спасибо Ну что, они все умерли? Да, все трое Дрейк, Эффинг, Хэн и Фэрол Отлично, сказали что-нибудь интересное напоследок Ну, Фэрол был так трогателен, милорд Огромный, сильный мужчина Он стоял так гордо в утренней дымке И орал своим громким голосом Моя жена могла бы меня и оправдать, черт побери Возможно, она уже купила себе новые колготки и успокоилась Хорошо Если лорду Перси нечего добавить, то вы можете делать что угодно до пятницы Развлекаться и так далее, но в пятницу вы должны приступить к работе Спасибо все Итак, персонал У меня есть несколько замечаний по поводу сегодняшнего шоу В целом я впечатлен Они ушли, Перси Команда Команда Милорд, к вам пришла леди, она ждет снаружи Она симпатичная? Я не знаю, а как вы думаете? Я не знаю, я же ее не видел Исчезни, Болдрик Добрый вечер, лорд Блэкхеддер Ну да, уже Может вы присядете? Прошу вас Нет, мое сердце Окутано болью У вас, наверное, несварение желудка Давайте я вам помогу Я по поводу мужа У вашего мужа несварение? Ну отлично, значит, он нам не помешает Нет, он умрет завтра Не надо, несварение желудка не умирает Он будет убит по вашему приказу Я леди Ферроу И что вы от меня хотите? Я хочу увидеть своего мужа На самом деле это невозможно Простите, я на секунду Болдрик! Да, милорд Ферроу, которого мы убили сегодня, ты уверен, что он мертв? Я отрубил его голову, обычно это действует Да не шутите со мной Может, я ему отрубил новое или еще что-нибудь по ошибке Нет, то, что я отрубил, было с носом Хорошо Извините, я советовался с моими юристами Думаю, что вы не можете его увидеть Но мне разрешила королева Да, и она сказала, что если вы мне откажете Передать вам это Да, хорошо, хорошо, отлично Почему бы и нет? Так, Болдрик, ты все понял? Я убил того, кого убивать не должен был А теперь вы хотите надеть мне на голову леди, чтобы я поговорил с его старым мешком Нет, я хочу, чтобы ты надел на голову старый мешок и поговорил с его леди Хорошо, а зачем мне мешок на голове? Чтобы она поверила, что ты ее муж А он носил мешок на голове? Юный Лоппи прав в этом, милорд Лорд Ферроу никогда не носил мешок Он был немного старомодным Да, милорд, я не хотел об этом говорить Но почему вы считаете, что Болдрик с мешком на голове сойдет за мистера Ферроу? Он же не он По-моему, так Кретины, слушайте Мешок нужен, чтобы скрыть лицо Болдрика И многие поняли бы, что именно поэтому он и должен его надеть А пока я придумаю какую-нибудь хорошую отмазку Почему ее мужу надо надеть мешок на голову? И она сможет поговорить с Болдриком Думая, что перед ней ее муж А королева никогда не узнает О моем маленьком обмане Милорд, это отличный план Идеальный Вы слишком любезны И все-таки что-то меня тревожит в глубинах подсознания Муха? Ваша светлость Леди Ферро ждет Хорошо, быстро, быстро Леди Ферро, как приятно увидеть вас снова А я рада увидеть своего возлюбленного Хорошо, хорошо А так я должен вас предупредить, что он немного не такой, какой вы привыкли Что вы с ним сотворили? Мы надели ему на голову мешок Зачем? Ну, понимаете, дело в том Ни у кого из других заключенных нет такой прекрасной водовой жены, как Леди Поэтому ради защиты интересов осужденных Ваш муж великодушно согласился надеть мешок на голову Чтобы никто не смог насладиться вашей красотой, в том числе и он Как это на него похоже Да, да, да Пойду проверю, надел ли он мешок Подождите секунду Болдрик, отлично! Милорд, что еще в квартире? Я понял, в чем состоит причина моей тревоги Небольшая такая вещь, но я вспомнил, что Лорд Ферроу был намного выше, чем юный Лотпи Да Если хочешь, чтобы все было как надо, сделай сам Есть еще что-то, о чем я должен знать? Да У него был глубокий голос, громкий и раскатистый Как мой? Нет, Милорд, громкий, чистый, раскатистый Но у меня глубокий голос Не такой, на самом деле, Лорд Ферроу был выше вас, Милорд Он был настоящим гигантом Правильно, Перс, иди поговори с ней, иди уже, иди Иди, иди Извините за задержку, мадам Как вы знаете, вы уже почти встретились со своим мужем, которого вы узнаете по мешку на голове Я его всегда узнаю? Да Есть еще несколько отличительных черт Я смирилась с тем, что он, возможно, похудел Да И стал пониже Интересная штука Я думаю, что вы его с трудом узнаете Да, вы мне еще скажите, что у него отросла рука Извините, я на секунду У него только одна рука Значит, надо одну запихнуть под рубашку Какую? Какую? А как мы узнаем, что вы его жена? Что? Ну, знаете, может, вы пришли, чтобы над ним посмеяться? Что, простите? Ну, знаете, бывают такие люди, которые приходят поиздеваться над приговоренными Я могу поиздеваться, кричат они А мы им кричим, вы бездушные твари Нет, негодяи Хорошо Знаете, я вам поверю Если вы мне скажете, какой руки не у вашего мужа Левый, конечно Ну, не дайте мне к нему войти Хорошо Левая, удачи Перс, ну ты даешь Люди приходят поиздеваться Молодец Теперь не забудь, через две минуты ты войдешь и скажешь, что уже достаточно Иначе я попаду в беду И не забудь, потому что... Потому что мы не дома Правильно Помните о голосе, милорд? Да, да, да Пошел Джеймс Милая Как ты? Хорошо, хорошо Еда не так плоха Все, кроме сосисок, конечно Твой голос стал другим Да Он стал легче Не такой глубокий и раскатистый А так лучше? О, милый Назови меня так, как ты всегда меня называл, чтобы показать, как ты меня любишь Да Слушай, может сейчас не совсем то время и место для этого Ну, пожалуйста Особое прозвище, которым я тебя называл Ты хочешь, чтобы я тебя так назвал, да? Да Но тем, как маленькая тыковка Тем, которая как маленькая тыковка? Но не совсем маленькая тыковка Нет Ладно Моя маленькая тыквочка Пыквочка О, мой любимый Твоя рука Что не так? Что с ней случилось? Обидно, что ты не помнишь сама Но раньше ее не было, только до локтя Что случилось? Да, попал тут в небольшую переделку с одним парнем, который постоянно нападал на королеву Мы подрались, и он на нее ее отрезал О, боже Да ничего Не думайте, это пора Ну, неужели? Лорд Блэкэн рассказал, что пришлет со мной своего слугу Болдрика, чтобы собрать меня Возможно, он дал нам чуть больше времени, чем полагается Нет, я так не думаю Болдрик обычно очень фундуктуален То, что делает Болдрик, это от доброты Нет, я так не думаю На самом деле, Болдрик очень злой Но мы можем воспользоваться моментом данным нам и провести его на полную Что? Давай я сделаю тебе напоследок кое-что, какая еще жена сделала бы больше Понимаю Все, время вышло Нет, не вышло Вышло, вышло, выходи Беллард, у нас было так мало времени Можно мы завершим начатое? О, раю! Болдрик, ублюдок Ты просто идешь Это был мой первый раз за всю жизнь Где же мы на этой планете уже 30 лет? Это впервые Когда кто-то Ты понимаешь? Не отчаивайтесь, Милорд Ваш брат завтра подаст петицию королеве Может, есть еще надежда? Что? Приготовить комнату для дорогого гостя, Милорд? Да, хорошо, отпустите его Он, скорее всего, наверное, не виновен Миледи, пусть небеса прольются водопадом драгоценности на вашу голову Да, да, да И пусть хирувимы и серафимы Вон Миледи, я насчет лорда Ферроу Я его отпустила Нет, 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 ты не можешь Он полнейший хам и небежа Не можешь, не то слово для принцев лорд Блэкедр Ваша правда, ваше величество Ладно, все равно со мной нельзя спорить, да, няня? Ну, иногда, когда тебе хочется чего-нибудь совсем недоступного И все равно с тобой не будут спорить Точно, как что, лорд Блэкедр Я хочу видеть лорда Ферроу здесь через час Я пока пойду навещу моего старого друга Лорда Фансови, которого должны убить в пятницу Пойдем, няня, посмотрим, что там Посмотрим, что они там натворили За мной! Перси, я в сложной ситуации Да, милорд Кому-то придется расплачиваться Да Да Давай посмотрим правде в глаза Это будешь ты Ну, а если у меня есть план? Да Как насчет того, чтобы доставить тело и голову лорда Ферроу к королеве? Но перед тем, как мы войдем, мы будем истошно вопить о том, что когда мы шли к королеве, то увидели ужасного преступника, который хотел сделать свое грязное дело, и мы его обезглавили в пример остальным Отлично, просто отлично Стоит попробовать Куда мы положили голову? Она на заборе изменников Боже, туда пошла королева Она знала Ферроу? Да, они друзья дядьства Значит, если она увидит на заборе его голову, то поймет, что он мертв Да Тащи тело, я достану голову Привет, Эдмунд Извини, что накричала на тебя Ты же знаешь, что я тебя люблю, да? Я тебе каждый раз это говорю Да, мэм И еще ты любишь Эссекс Точно Итак, вернемся к теме о головах Да, да, да Мы хотели немного поговорить об этом Сегодня тут вообще нет голов, как ни странно Нет Это не то У нас Новый палач И он еще неопытен И когда он их рубит, то не остается ничего, что можно было бы повесить на забор Все же я должна пойти попрощаться с Понсоби Хочешь пойти со мной, конечно, если ты не занят и у тебя есть время Нет, мэм У меня еще куча дел Я сказала, что ты пойдешь со мной, если у тебя есть время, и ты не занят В дневной сейчас можно прикалывать живую лягушку на плечо Вставать на ведро И кричать прохожим Что-нибудь возмутительное Наши итальянские кузены Если ты позволишь, то мне надо еще кое-что сделать Конечно Но сначала возьми меня за руку, Эдмунд И скажи, что ты прощаешь мне мою грубость Миледи Добрый, лорд Блакэддер Перси, я достал тело, милорд, как я вижу, вы достали голову Да, но она уже никакая Никто не поверит, что мы ее только что ответили, она зеленая Мы прокляты Прокляты Секунду Это не фэрроу Да Это понсоби Боже Понсоби Этот тупица Бондрик убил не того парня Мы спасены Спасены Фэрроу жив, и мы спасены Ура А когда королева повидается с понсоби Черт, мы прокляты, прокляты Не очень-то тут приятно, да? А тут и не должно быть приятно, здесь находились люди, которые тебя ненавидят Тоже верно И попахивает Конечно, но я уже привыкла, когда ты была маленькой Заткнись Няня Ты Ты слишком отвратителен, ты Да, ваше королевское величество Приведи лорда понсоби Да, ваше величество Странно, что понсоби оказался предателем У него и так столько проблем было в жизни из-за того, что он без ноги и с горком Да, и проблемы с речью Ваше величество Лорд понсоби Ваше величество, простите, что я с мешком Просто не было времени бриться, и я подумал Черная гадюка 2 Его дед был королем 30 секунд И стал палачом Блэк Эдер, Блэк Эдер Тупее нет у тебя Фильм озвучен по заказу ООО «Арт-Медиагрупп» Блэк Эдер, Блэк Эдер Тупее нет у меня Блэк Эдер, Блэк Эдер Ничего не будет как плен Блэк Эдер, Блэк Эдер Ваше величество, что он без ноги Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...